Здравствуйте, уважаемые друзья! Салам алейкум, азиз бекаляр, апостол милляр. По многочисленным просьбам сегодня решил снова снять ролик, потому что очень много вопросов поступает от наших соотечественников, что делать, патент истекает, регистрация окончена, будут ли привлекать к ответственности административные, будут ли депортировать, мере какие-то принимать, да? Уважаемые друзья, вот у меня указ, указ президента, да, я еще раз повторюсь, еще раз расскажу, сначала рассказы на русском языке, а потом это, конечно, повторю на узбекском языке. Указ президента, который от 18 апреля 2020 года, да, 204, 274, о временных мерах по релегированию правового положения иностранных граждан. Вопросы одни и те же, уважаемые друзья, что патент истек такого числа, что мне делать, буду платить, не буду платить, что за это будет, будут ли привлекать или не будут привлекать и тому подобное. Все граждане, потому что наши иностранные граждане, не все юридические грамоты, грамотные и владеет информацией постоянно, их тоже можно понять. То есть, в данном указании, да, сказано, что президент Владимир Владимирович Путин, руководство статьи 80 Конституции Российской Федерации, да, гласит, приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года, включительно течение срока временного пребывания, постоянного проживания, поставленного, который на учет по месту пребывания, по месту жительства, в случае, если такие указанные сроки истекают в этот период. То есть, если у вас с 15 марта по 15 июня, в течение этого срока истекает срок временного пребывания по месту жительства, там, РВП, да, регистрация по виду жительства, данные сроки, они приостанавливаются, они продлеваются автоматически. То есть, в течение этого срока государственные органы, да, ФМС России, привлекать к административной ответственности вас не будут, они не имеют права. То есть, есть указ президента. Также можете посмотреть ролик у меня, где сама генерал-лейтенант говорит об этом, что... Вот она, которая сидит, Валентина Казакова, Львовна, уважаемая. Она даже, видеоролик у меня есть, говорит, что данные сроки, они продлеваются автоматически. Не нужно куда-то ходить, продлевать. То есть, если, приведу пример, у вас срок временного пребывания, да, заканчивается не 15 марта, 20 марта, все у вас, срок истекает, 90-дневный срок, либо по патенту у вас, которые проживали, да, вы до 15 июня можете не продлевать. У вас уже автоматически продлен до 15 июня. Вам нужно будет прийти с числа 10 до 15, 13, 12, 14, приходите в ФМС, пишите в произвольной форме. Прошу продлить регистрацию, прошу поставить на миграционный учет. То есть, не вы, приходит принимающая сторона. Соответственно, если не придет, не поставит на миграционный учет вас, по 18.9 КОАП административным правонарушением будут. Произнаки административного нарушения будут привлекать принимающую сторону. Это не ваша обязанность. И все, вам продлевают дальше. Также по патенту, если истекает именно в этот период, вы должны оплатить до 15 июня. Не нужно там в апреле, в мае платить. Укажа есть, я вот читаю. А что вам говорят там сотрудники миграционной службы, это бред они несут. Для этого у нас есть суды. Они тоже, наверное, думают, они просто пугают. Если вас привлекут, гражданин имеют право подать на суд. Никто никого не ограничит на судебную защиту. Это сказано Конституцией Российской Федерации. Если не ошибаюсь, 40 какая-то штатия. Дальше. Срок нахождения за пределами Российской Федерации. Это пункт Б. Показание садит добровольное переселение за рубежом членов семьи. Также, если указанные лица не имеют возможности въехать в Российскую Федерацию до истечения 6 месяцев. Это касается граждан, которые имеют статус РВП, разрешение на время проживания и видов на жительство. То есть, граждане уехали. Неизвестно, когда они уехали. До марта может уехали. Может, в течение этого срока уехали. Не знаю, может, 7 месяцев назад уехали. Данный срок также продлевает автоматически. То есть, вот это 3 месяца, грубо говоря, он будет прибавляться после 15 июня. Вы должны были, например, заехать 6 месяцев, истекая в апреле. Май, июнь не будут считаться. То есть, с апреля плюс будет 2 месяца. Они, соответственно, прибавляются. То есть, граждане, которые находятся за рубежом более 6 месяцев, их также не будет аннулирован РВП, также видов на жительство. Также срока добровольного выезда из Российской Федерации иностранных граждан, в отношении которого принято решение об отнесении выдворения за предельность федерации депортации. Также граждан, в отношении которой принято судом, выдворение, депортация, также о нежелательности пребывания, также их не будет привлекать. Так как границы закрыты, с 15 марта по 15 июня никакие меры не будут соприниматься со стороны органов иммиграционной службы. Также сроки действия. Следующий документ, у которого указан период, истекает срок действия. Это РВП, иммиграционная карта, вид на жительство. То есть, также паспорт иностранного гражданина, разрешение на работу и патент. Об этом говорится, что, еще раз повторяюсь, сроки, истекая в указанный период, они продлеваются автоматически. Это пункт Б указан. Они не будут недействительными, они будут считаться действительными. Они продлеваются автоматически. Вам не нужно производить авансы и платежи. Позже об этом скажу. Это документ для служебного, пользование. Это нигде на сайтах, нигде нет. Часть 2. Установить, что в период с 15 марта по 15 июня, включительно, работодатели, заказчики услуг, при условии выполнения и установленных ограничений мер, вправе в порядке определенного закона привлекать иностранных работников. Иностранные граждане, лист без гражданства Российской Федерации, требующие визу, получение и не имеющие разрешение на уровне проживания, также патента. То есть, работодатели, заказчики услуг, имеют право в период с 15 марта по 15 июня привлекать в качестве работников иностранных граждан, которые не имеют значения соответствия цели работы, частные, гости. Также, имеет ли гражданин патент, либо не имеет. Именно с 15 марта по 15 июня дают право им на основании указа президента 274, от 18 апреля. Спокойно, свободно можете работать. Также иностранные граждане, им вообще патент ничего не нужно. Можете работать спокойно. Иностранные граждане, вот, превышав Российской Федерации, получение и не имеющих патентов. Об этом говорится. В отношении иностранных граждан, также в этот период не будет приниматься ни аннулирование патента, никаких аннулирований вид на жительство РВП, разрешение на работу, реадмиссии, о решении нерожелательных пребывания, никакие меры не будут приниматься в указанный срок. То есть, если у вас даже выявили, в отношении вас составили протокол, вынесли постановление, и у вас в течение года два штрафа, административно два штрафа. По федеральному закону, действующему, что основания аннулирования РВП, основания видна жительства, статья 7 и 8, да? Основанием, которое является, это в течение одного года привлекались два и более раза к административному штрафу. Это является основанием для аннулирования вида или РВП. В таком случае даже у вас не будет данное аннулирование, то есть, выдворение, либо каких еще мер, они не будут приниматься. Именно указанный период. И еще скажу, многие вопросы поступают, да? Платить нужно или нет? Да не нужно платить в указанный период. Не нужно. Вот. В части трудовой деятельности это документ для служебного пользования. И вот где на сайтах нигде нет вообще. Тут говорится, в соответствии с указом в течение сроков действия в разрешении на время привлечения иностранных работников, в разрешении на работу и патентов, сроков действия, которые истекают в период с 15 марта по 15 июня, приостанавливаются до окончания указанного 90-дневного срока. В обозначенный период обращаться для продления сроков действия в разрешении на работу и патентов, а также производить, отмечаю, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность, на основании патента, не требуется. Уважаемые граждане, не требуется. Это документ для служебного пользования, также указ президента. Об этом говорит Валентина Львовна Казакова. Почему вы не поймете это? Любые вопросы обращайтесь. Все граждане боятся, нужно платить, не нужно. Если не заплатим, нас выдворят, нас привлекут. Да не будет такого. Все сотрудники пугают и все. Ни о чем. Примеду пример, да? Что у вас вы работаете, да? Ошуществляет трудовую деятельность. У вас есть миграционный учет, да? Стоите на миграционном учете. И у вас 20 марта заканчивается срок действия патента. Срок действия патента определяется на основании авансового платежа. Патент выдается от 1 месяца до 12 месяцев. Можете от 1 месяца до 12 месяцев оплатить. Соответственно, срок пребывания у вас будет определяться на основании патента. На основании внесенного авансового платежа на доход за физических лиц по налогу. У вас срок действия патента не срока, а срок действия, который годичный, да, например. Вы получили, например, его 15 июня. У вас будет до 15 июня срок действия. И у вас срок действия патента, вот, 15 марта, да, оплатили. У вас следующий платеж будет 15 марта, ой, 20 марта, да? Вы 20 марта не продлеваете миграционный учет и не платите за патент. Не платите. 15 марта, да, у вас, ой, 20 марта. И вы каждого 20-го должны платить. То есть, 20 марта не платите, да? 20 апрель, 20 мая два месяца платить за патент не нужно. Так как срок этот 90-дневный приостановили с 15 марта по 15 июня, вам не 20 июня, а 14 июня нужно будет оплатить за патент, чтобы уже 16 июня вы находились легально. И на основании оплаченного патента вам продлили регистрацию, постановку на учет. То есть, два месяца не нужно платить. Но 14 июня нужно будет оплатить, а не 20 июня, чтобы вы находились. А если вы не заплатите до 15-го, вы будете нелегально находящиеся, у вас основание будет привлечь к ответственности. Это будет 18-8, часть 1-1, это с административным выдворением указываю. Президент Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент Федерации Владимир Владимирович Путин. Приостановить на период с 15 марта по 15 июня включены течения. Сроковременного пребывания, постоянного проживания и так далее. А также если сроки стекают в 15 в эти сроки. Президент Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент Федерации Владимирович Путин. зашит улаям процессы, как-то привлекательное привлекательное действие. Толе масляры не очень захватывается. К, не знайдам. Б, сроки нахождены за пределами Российской Федерации, это виды-бор РВП-борлага тасырли. Агар дасы-борны виды-ларын РВП-ларын боса, по закону РВП-ны в виды-ларын аналитикамасы кучу, 6-й дон кёп юрюш мюнкюн маз. Узбекистан, Точиистан, ва башка фораларда. Лекен, 15-чи шу срокиңіз 15-чи марттан 15-чи ил няча тоқтатылган, замару жаттылып койылган, клейлап, печетлап койылган. Бу срок юрмайды, дәлші. Агар дасыз срокиңіз, мысал, 15-чи марттан 6-ой боладыган боса, 6-ой боладыган боса, сіз көрші 3-ой өтіп кетті ме? Тоқтатылып койылган. 15-чи марттан кемпіліз 3-ой көшілады. Бемел акрепкіліні герон. А нашығы срок, границі әдім түрген, границі әдім үйе бәдім ә, біз мүйе бәдім үйзү complimentary, үз сіз бұл қымайдыға өірліғдің өттірі. Шу әрліргі қасырлы. Кересі. Депортация, вытворение, нежелательность пребывания Буду яна буна в Фейсбэл лакояда, Роспотребназару лакояда, тупереклёзны ляргя, кассаляги, ВИЧ-инфекция ляргя Шу срок учида, хакка ёк решение принимать калешке Сыздар нечкен депортация хамайда, вытворение хамайда, ама учаи и чида Указ президента Видна житсвэланы, патентлярны, паспортляны, хэшнасан аныроли тқылым маэда Даджы сыздны ўшлады, асанаванне для запрета въезда Асалси, сызы, учыльге запрет койышчу Бриллечі де иттіматты административны штрафки агарды сызы кылеса Бо асанаванне, лекін, икита штрафы инзбоса В течене именно вот этого срока сызге запрет койлым маэда Ва енгераспрацелену саволу, хаудр айтбераман был для служебного пользования, бону ечкерде интернет лада, ёл сайтлэя койлым маэда фахат МВД на ичда Бону указ начальник МВД, ёзен ішчеларгеберелада Для внутренне служебного дыр, для служеб, служебне, внутренне служебне дыр В соответствии с указанным течене срока действа, решение на привлечение иностранных работников, решение на работу патентов, срок действа, который истекает 15 марта 15 июня, приостанавливать до кончань 90 дневного срока Патентке төләш, регистрационны чөздіреш, не требуется деген, азиз юрдашлар, чүмол елэ, сэланы күрд жауанны, саваларынгэ жауанны, илтымас қылды, шыны чүшін төрі броғы видео ролик чыкараберен якеды не требуется деген, бу ердаменны, видеоканаланыңыне күрсәләрінгі роликен бар О, тейпадатурген айол, генерал-лейтенант, начальник УВМ ГОМВД России, Россия Бойша, Валентина Казакова, видео, коментария береген кабинетеда Айткан, күші туқсан күн ічіде патентлер прадлівацца автоматистки болады Патентке төләммәйінді Патент? Патент Патент действительно стопланады авансовы платежда Наснование авансовы платежа Патентке төләмген боса, патентніңіз действительно болады Но, агерді автоматистки прадлівацца деген боса, патентке төләш керек емаз Берді мана ёзілген Типа дагі Валентина Казакова ма етген Мысал келтір бері ман Көпісі ол берады май, апрель, мартта түгедеді Мана, егінчін, егірманчі мартта патентніңіз түгейді Төләві түгейді Патентніңіз сұрогы мұсалчын ноябрі гэче Но, хар егірманчі мартта, хар егірманчі чылады ойда Сіз патентке төләв көлі шынгерек Насынамані патент төләвіңіз регистраста чөзірілады Патент біріл ойдан біріл көші берілады Хоқылайын бір ойге төләв, хоқылайын алт ойге төләв Егірманчі мартта төләвіңіз келді Егірманчі мартта төләві қымайыз Прапискәнзім түгейді Егірманчі апрельді төләві қылашын керек қымайсыз Егірманчі майда төләві қымайсыз Но егірманчі июн демаста Сіз 14. июнда төләві қылашын керек Чөнке сіз 16. июнда қануны үрішіңіз керек Рассия федерациясыда Агарда сіз Егірманчіге төләві қойған болсаңыз 18. июнда төләві қойған болсаңыз Бұ өтмайды Сізі привлекат қылып Бірінчідан патентің сірог өткен Икінчідан регистрацияңыз ек Патентке төләві қойған болсаңыз Патентке ғруба говыра Егірманчі март, егірманчі апрел Егірманчі майда төләві қойған 13. июнда төләп Регистрацияңыз на сұнаманне платежа Чөзірасыз 14. июндан Төләві өтіп кетмаш керек Чөнді рөң Апрел егірман Май егірман төләмәйді 10. май күн Обязаттің төләві қалышын керек Чөбі закон өрсіп қойған Бұ сұрогларыңыз Марттан пөуін Афтаматчіскі чөзілген Регистрацияңыз Патентіңіз төләві қаларыңыз Хамасы чөзілген Уважаемың үндеріңіздің Я надеюсь, вам понятен Моу расқаз о федеральнің законы Будем выходить есіп Бұд іші о федеральнің законы Такшто берегейте себя Свои близкі Ожайым дұрыз До скоріші встреч Азіз батамдашылар Қадырдан Джәдж үкілер Опа сингілер Чүндіріп әйтірі бердім Шүрді Күйнәлі үрген Ишліп үрген Опа қанларымыз ба Сингілеріміз ба Бұ мен әйтбергенім Күргені үргені үргені СНМ-10 Чәртемізден Ишліп Ишліп үргені Ишліп үргені Дослар